А что тебе на день рождения подарил дед Петруха? Книжку про Ивана Грозного, про страшные пытки и казни. Он что, увлекается историей? Да нет, я ему штуку баксов должен. Едет автобус пятком набитый зверями. Друг Саиса кричит, а кто взял мой чемутан? Все молчат. Кто взял, говорю, а то опять как вчера будет. Медведь встает и отдает. Ну я взял. А что вчера было то? Саиска говорит. А вчера взяли так и не отдали. Мой муж неисправимый алкаш. Добро, всех можно исправить. Да нет, он настолько неисправимый алкаш, что однажды укусил вампира. И через 10 минут тот сидел на лавке с двумя мужиками, соображая на троих. Дед Петруха раньше ездил на японской машине 10 лет. И потом продал и перебрел европейскую. Через месяц жена развелась. Мотивация. Машину-то он поменял, а привычка плевать, правую форточку осталось. Я ужасно беспокоюсь со своего мужа. А что такое? Сегодня утром он ушел к любовнице, а в полдень она позвонила и кричала, почему его-то сих пор нету. Телевизионные рекламщики собирают деньги для отправки робота Федора в прошлое, чтобы там убил он изобретателя пульта дистанционного управления телевизора. А что представляет собой улица с односторонним движением? Это улица, на которой тебя могут врезаться только сзади. Давайте я помогу вам. Вам интересует финал какого географического происхождения? Меня интересует финал географического происхождения до 230 рублей. Олимпчико! Ну зачем ты купил себе новую расческу? Тебе что, уже деньги некуда девать? Так у старой расчески поломался зуб. И из-за одного сломанного зуба ты купил расческу? Так это был последний зуб. Олимпчико! Давно машину водите? Трех лет. Это как это? Ну, на верёвочке. Олимпчико! Разговор двух детей, кино-звезды. Один спрашивает, а откуда мама узнала, что у неё будет ребёнок? Старший говорит, да, об этом все газеты пишут. Ну ладно, улицы совпали, дома совпали, но замки-то другие, я свою неделю назад поменял. Ну понимаете, у меня ломик подошёл. Дорогой, ты такой выносливый. Да. Вынеси мусор, пожалуйста. Ну и как твоя новая жена? Да, всё бы ничего, если бы не одна слабость. И какая можно узнать? Слабость другим мужчинам. Прикинь, я недавно с парашютом прыгала. Ну, и чё ты видела? А ничего не видела. У меня юбка затралась. У меня тёща заболела. Сходи, узнай, как она себя чувствует. Узнала? Узнала? Спасибо, иди. Можно снять что-нибудь совсем близко к морю и недорого. Есть вариант. Я вам на пуйке подстелю. Дед Петруха, почему ты такой грустный? Меня сняли с должности первого секретаря райкома партии. И как это произошло? Какая-то сволочь доложила, что я беспартийный. Миллионами хочу ворочать. Это тебе надо в инкассаторской машине перевернуться. Дорогая, помнишь, я тебе обещал подарок просто так? Держи колечко. Ну, а это кольцо колбасы? Ну, знаешь, дорогая, дарённому коню зубы не смотрят. Похоже, я вступил в тот возраст, когда придумать что-нибудь из прошлого легче, чем вспомнить. Вы обливание по утам делаете? Обливание мы по вечерам делаем, после праздников. Если бы ты выиграл 50 миллионов, ты бы позволил своей женщине работать? Она, став свободной женщиной, может сделать, что хочет. Это уж её проблемы. Были времена, когда тысячи рублей казались большими деньгами. Ничего, начнёшь пенсию получать, эти времена для тебя вернутся. Изобрели в Volkswagen, новая экономическая модель. Он потребляет меньше бензина? Нет, он не устанавливается возле других магазинов. Сегодня на работе сказали, уволить 50 человек. Как так? В вас же всего осталось в отделе 30 человек. Ну, наймём ещё 20 и уволим всех. Доктор, я не могу больше платить за лечение. У меня деньги кончились. Ну и хорошо, что выздоровели. Доктор, как мои дела? На миллион. Так хорошо? Нет, столько стоит лечение. Девушка, мы раньше не встречались. А то ты даже обещал жениться. Извините, опознался. Ох, как я бегал, когда был с принтером. Ну да, и принтер был чужой, и полиция гналась за тобой. Я тебе займы месяц назад давал. Когда вернёшь? Блин, я же бухая была в трепетке. Ничего не помню. Меня это не волнует. А ты сам куда-нибудь напивался до потери памяти? Да, в прошлую субботу. Вот тогда я тебе и вернула. Почему этот дед Петруха такой невоспитанный человек? Я говорила с ним 10 минут, а он за это время зевнул 5 раз. Он не зевал, дорогая. Он пытался что-то сказать. Дорогая, ты не поверишь, я что-то нашёл. Ну, что ты там такое нашёл? Представь себе новую пивную. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok